За летний период своевременно были произведены как ремонтные работы, так и испытания на инженерных сетях. Заменено более 300 метров дефектных участков трубопровода на городских теплотрассах. Завершены кровельные работы на крышах многоквартирных домов. Это свыше 2000 квадратных метров. Осуществлялись работы по герметизации и утеплению более 3 километров швов жилых домов. Ну и, конечно, пожалуй, самые обширные работы велись по благоустройству придомовых территорий. Коммунальщики, учитывая пожелания жителей города, разбивали новые и восстанавливали старые клумбы, подготавливали и завозили грунт и газонные ограждения. По обращению граждан восстанавливали плодородный грунт на газонах, испорченных автолюбителями, устанавливали ограничительные столбики. Так как деревья, особенно в первом микрорайоне, настолько старые, что могут представлять угрозу для сохранения во дворах зеленых насаждений и создания безопасной среды, производилось кронирование. Все это и многое другое делалось специально для создания уюта и комфорта горожан. Осталось только это все сохранить. С большим сожалению, хочется отметить, что никуда не снялась проблема с вандализмом. И зачастую та работа, которую мы вместе с жителями делаем для преобразования сферы нашей жизни, идет на смарку из-за отдельных личностей несознательных. Поэтому я призываю жителей ценить то, что уже сделано, бережно относиться к тому, что сегодня мы имеем, ну и, конечно, вместе украшать наш город. Одной из основных задач коммунальщиков является уборка придомовых территорий. И именно с этим очень часто возникают проблемы, причем по вине самих жителей домов. С приходом зимы ситуация только ухудшается, и все мы наблюдаем одну и ту же картину из года в год. Техника для уборки во дворе готова, люди есть, а площади, к сожалению, заставлены автотранспортом, который, с одной стороны, мешает уборке, а с другой стороны, сам потом из-за отсутствия этой уборки имеет проблемы с движением по дворовой территории. Поэтому я думаю, что совместно, сообща вместе с жителями, мы можем обеспечивать не только украшения наших дворов, но и поддержание их в хорошем состоянии. Поэтому я призываю всех наших десногорцев активнее участвовать, сотрудничать и сделать наш двор, сделать наш город краше. Наш город полностью готов к зимнему периоду и является одним из самых красивых и благоустроенных на Смоленщине. Так давайте сохраним все это и не будем забывать, что чистота и комфорт в Десногорске зависят прежде всего от жителей, от каждого из нас.